30 июля 1898 года. В своем имении Шлезви Гольштейн умер Отто фон Бисмарк. Ему было 83 года. Незадолго до смерти он попросил принести ему коньяка. Сказал «вперед» и его не стало. Железный канцлер, бешеный Бисмарк, выпивоха и скандалист и один из самых известных политиков в истории Германии нового времени. Собиратель немецких земель, примерный семьянин, размеренно ведущий свое хозяйство. Каким был на самом деле Отто фон Бисмарк? Для меня Бисмарк – это патриот своей родины. Человек, который знал, куда он идет, куда должна двигаться его страна. Человек, который во главу угла поставил работы Ницше и руководствовался ими. Этот человек, скорее всего, не очень любил человечество и людей. Ну, наверное, он удивляет меня тем, как он достигал своих целей. Но всегда ли эти цели были оправданы? В свое время в Германии именно Отто фон Бисмарк стал олицетворением мощи и величия. Если памятник, то гигантский. Если корабль, то самый современный. Если колония, то целый архипелаг в Тихом океане. Что ж такого свершил Отто фон Бисмарк, что в стране, которая намеревалась в ту пору управлять всем миром, именно он стал символом величия? Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк Шонхаузен. Князь и герцог Лауенбургский. Родился 1 апреля 1815 года в провинции Бранденбург. И при рождении не был ни герцогом, ни князем. Его предки по отцовской линии, прусские военные и чиновники, громких титулов не получили. Они были юнкерами. Юнкерство – это такой помещичий класс крупной аристократии, земельной аристократии, которая присуща была территории восточной Эльбы, западнее Берлина. Это территории, которые и поныне не так-то легко бывает добраться в эти земли. Но эти места, которые даже по духу очень отвечают Германии, немецкой культуре. Этих людей отличал прагматизм, этих людей отличало, с одной стороны, трудолюбие, а с другой стороны, умение развлечься, обжорство было очень присуще прусскому юнкерству. И Бисмарк в том числе тоже обладал этой страстью. Хорошо поесть, хорошо выпить, поохотиться. И вот если человек во главу угла ставит получение удовольствия от приёма пищи... Ну, нам всем нравится хорошо покушать и вкусно. Но если это гиперболизируется, преувеличивается, значит, мы имеем вполне право искать ущерб в другом месте. И, скорее всего, так оно и было. Мать Отто фон Бисмарка, Вильгельмина Менкен, получила прекрасное образование и провела детство при дворе. Но замуж смогла выйти только за помещика средней руки, к тому же старше её на 20 лет. Супруги не понимали друг друга. Их трое детей чувствовали себя чужими в родительском доме. Отто вспоминал, что отец часто его бил. Мать была холодна. Она отдала своих сыновей, Бенхарда и Отто, учебное заведение Пламана, которое Бисмарк, например, возненавидел. Абсолютно спартанское воспитание, жёсткая такая дисциплина. Там очень много их заставляли заниматься спортом. Ему, как такому очень яркому человеку и с ярко выраженной индивидуальностью, ему это совсем не нравилось. После этого учебного заведения мать выбрала для них гимназию у Серого монастыря. Это была лучшая гимназия в Берлине, но Бисмарк не очень проявлял большое рвение к учёбе. В Гётингенском университете Бисмарк запомнился не академическими успехами, а разгульной жизнью. К тому же он был буршем, парнем из особого объединения германского студенчества, с удовольствием фехтовал, много пил и часто дрался на дуэли. С университетских времён у Бисмарка остался шрам на щеке след дуэли. Это характерные черта золотой молодёжи того времени. Остались и другие черты. Отвага, упрямство и болезненная щепетильность относительно вопросов чести. Все эти качества доставят ему в жизни немало неприятностей. В моей квартире был письменный стол, но я им редко пользовался, писал Отто в своих дневниках. Зато много гулял. Когда возвращался домой под утро, в Гётингенском канале был прилив. И тогда я плыл до самого дома и карабкался по стене. Он, например, демонстративно курил на улицах. Это было запрещено. И он любил этот запрет нарушать. Более того, когда он будет прусским посланником в союзном сейме во Франкфурте на майне, то он тоже там на заседаниях начнёт курить. И сначала это, в общем-то, не очень понравилось, но потом ему разрешили. После нескольких лет учёбы в Гётингене в университете Георгия Августа он настолько проявил себя с не очень интересной стороны, что местные власти решили отправить его на некую такую внутреннюю ссылку. До сих пор в Гётингене на городском валу сохранился маленький домик, где жил Бисмарк, в удалении от основного здания университета. Всё это расстраивало мать Бисмарка. А отказ министра иностранных дел взять сына на дипломатическую службу стал для неё трагедией. Вильгельмина умерла, не дожив до 50. 24-летний Бисмарк был опечален. Но в дневнике написал «Я почувствовал свободу». После смерти матери, получив наследство в 1839 году, он переключился на управление своими поместьями. Соседи прозвали его «бешеным юнкером» за буйный нрав. Но на их удивление Отто менялся на глазах, занялся делами, стал экономным, рассудительным. Теперь его интересовала политика. Надежды в Германии и в Пруссии в середине XIX века вращались прежде всего вокруг одной центральной ключевой темы объединения Германии. Потому что Германия по результатам Венского конгресса 1815 года была разделена. Она представляла собой такое лоскутное одеяло из различных германских государств. Прусское королевство, королевство Саксония, Ганновер, Вюртемберг, Бавария. Пруссия была одним из ключевых политических центров германской жизни первой половины XIX века. Прусская элита выбирала пути развития страны. Одни считали, что будущее за развитием демократических свобод. Другие выступали за укрепление государства и армии. В то время король созвал земельные парламенты – Лантаги. Отто фон Бисмарк стал депутатом одного из них – Берлинского. В 1848 году грянула революция, охватившая пол Европы. Когда Бисмарк узнал о том, что в Берлине происходит волнение, он поначалу немножко испугался этого, но потом он принял решение собирать войска и идти в Берлин на помощь прусскому королю для того, чтобы разгонять демонстрантов. И вот насколько Бисмарк был необычным представителем, может быть, помещичей среды, свидетельствует также и то, что король, несмотря на согласие и возможность Бисмарка прийти к нему на помощь, не выбрал его министром. И Бисмарк также не попал в состав такого прусского национального собрания в первый прусский парламент. У Бисмарка отвратительная репутация, считал король, и не делал на него ставки. Но Отто было не остановить. В новый парламент он уже вошел. Тем временем в стране нарастал конфликт, который стал для Отто фон Бисмарка трамплином в большую политику. Германские государства собирались объединяться и не могли определиться, какое из них станет главным. Пруссия или Австрия? Непростой выбор. В Австрии слишком много негерманских народностей, что с ними делать. А Пруссия отпугивала своей холодностью и амбициями. Ни баварцам, ни ганноверцам не хотела жить на прусский манер. Это же почти как в казарме. Бисмарк считал, что рано форсировать события. Его родина Пруссия еще не готова победить в открытом столкновении. Однако начавшаяся вскоре Крымская война разожгла австрийские имперские аппетиты. И Бисмарк начал выступать за союз с Францией и с Россией. В России он видел самого естественного для Прусского королевства союзника в Европе в то время, который мог бы помочь Пруссии утвердить свое положение в Европе и содействовать решению германского вопроса в пользу Берлина. Отто фон Бисмарк помогал стране определиться с выбором ее дальнейшего пути. А свой личный, очень удачный выбор он уже сделал в самом начале политической карьеры, женившись в 1847 году на аристократке Иоганне фон Путкамер. Вообще-то, до свадьбы Отто был страстно влюблен в ее подругу Марию фон Таден, но та уже была помолвлена. Мария и познакомила Бисмарка с его будущей женой Иоганной. Ему пришлось ее очень долго обхаживать, это действительно так, потому что у него была репутация ужасная. Поэтому как бы все, так скажем, семьи, у кого были хорошие дочки, они так это держали его на расстоянии. Иоганна была единственная дочь у богатых родителей. И он сначала отцу написал большое письмо, а потом его пригласили в гости. И когда он пришел в гости, его встретила эта семья, и стояла Иоганна, он подошел, крепко ее обнял и заявил, что то, что соединено Богом, не может быть разрушено людьми. Поэтому, дескать, подавайте свою дочь за меня замуж. Он любил свою семью, он любил свою супругу, он любил трех своих детей, он пытался даже каким-то небольшим сувениром, может быть, показать своим детям внимание, что он их помнит, что он их не забыл, несмотря даже на ту работу, которая могла быть у него в тот или иной момент. Иоганна была заботливой матерью и преданной женой. Помогала Отто буквально во всем. А в жизни Бисмарка была как минимум еще одна страстная любовь. Княжна Екатерина Николаевна Трубецкая в замужестве княгиня Орлова, супруга русского посла в Бельгии. Их роман с прусским посланником во Франции Отто фон Бисмарком вспыхнула на курорте в Биорице. Когда Бисмарк с ней познакомился, то она была замужем за графом Орловым. Он Иоганни описывал, как он встречается с семьей Орловых, как он прекрасно проводит время. А у них были абсолютно доверительные отношения. Я думаю, что он поэтому и рассказывал, что там были просто какие-то такие духовные интересы. Роман продолжался всего две с половиной недели. Но до конца жизни Бисмарк хранил в коробке из-под сигар прощальный подарок русской княгине сухую оливковую ветвь. Впрочем, с Россией его связывало многое. Когда Фридрих Вильгельм IV убедился в высоких качествах бешеного Бисмарка и стал использовать его по дипломатической линии, именно в Россию Бисмарк был назначен на первый самостоятельный посольский пост. Бисмарк провел в России больше трех лет. Он не был очарован Россией, но избежал свойственного многим высокомерия. Он видел и силу, и слабости Великой Империи. Понимал, что нужно налаживать взаимовыгодные отношения. Когда Бисмарк возглавит правительство, то отношения с Россией станут важнейшей частью его политики. В отличие от других государственных деятелей в Пруссии, Бисмарк был противником того, чтобы Пруссия вступала в войну против России во время Крымской войны. Его позицию в Петербурге знали и ценили. Александр II видел в Бисмарке человека, который в сложных для Пруссии политических обстоятельствах оставался верен своим взглядам и потакал его слабостям. И интересно, что Александр II это была большая привилегия для любого государственного деятеля, любого человека. Александр II разрешал Бисмарку курить в его присутствии, даже сидя. Бисмарка восхищали Белые ночи Петербурга, охота на медведей. Он легко выучил русский язык, познакомился с министром иностранных дел России Александром Горчаковым. Позже, вернувшись домой, Бисмарк всю жизнь носил на пальцы стальное кольцо, на котором по-русски было написано «ничего». Дело в том, что как-то на охоте его поразил своей добротой русский извозчик, который на все вопросы отвечал «ничего». Русское слово «ничего» поразило Бисмарка своей многозначностью. Когда он сталкивался с неразрешимыми проблемами, то говорил «ничего» и смело шел к поставленной цели. Когда он заболевал, то лечился грешительными напитками, в России пристрастился к русской водке. И она ему так понравилась, что когда он уже уезжал, император Александр II подарил ему рецепт изготовления нашей водки. Ее горят в поместье Бисмарка и посидеть. Из Петербурга в Париж во французской столице Бисмарк пробыл недолго. Новый король Вильгельм I предложил ему возглавить правительство. Ему нужен был человек решительный, но при этом достаточно гибкий для того, чтобы не допустить расколы между либералами и консерваторами. Бешеный юнкер теперь стал уважаемым человеком. Ах, как он изменился! Бранденбургский джентльмен. Вот так его называли. Поскольку он обладал вот этим великолепным шармом, политесом, такие качества, которые привлекают и имеют такой, я бы сказала, вневременный характер. Он очень много времени проводил на курортах, потому что он вот работал, работал, умел концентрироваться, очень сильно концентрироваться на достижении какой-либо задачи. Он вот доводил себя до нервного истощения. Он потом просто вот, как это говорят, попадал в осадок. Настолько вот он отдавал всего себя для того, чтобы достичь цели. Сибарит, любитель охоты и застолья, дорогих сигар и хороших вин, пламенный патриот. Бисмарк сумел не вызвать отторжения у либералов. А консерваторы и так были от него в восторге. Не речами и решениями большинства решаются важные вопросы современности, сказал он в своей программной речи, а железом и кровью. Железный канцлер. Так его стали называть. Конечно, авторство Бисмарку в этой фразе «железо и крови» нельзя приписать, потому что это было известно еще и из древностей. Но, скорее всего, он стал железным в силу той политики, которую он проводил. Он был очень жестким политиком. До сих пор в историографии существует термин «реальполитик», который характеризует его внешнеполитический курс. Курс направлен на реализацию стратегических национальных интересов, прежде всего, Пруссии, когда это было еще Прусское королевство, и Германия, когда это уже стала Германской империей. Учитывая его взгляды, мы можем говорить о некой такой ригидности, то есть негибкости, прямоты достижения своих целей. И в данном случае ситуация складывается таким образом, что отец фактически искалечил ему психику. И он стал понимать язык только силы, поэтому он и стал железным канцлером. Самое главное для него было это его цели, невзирая ни на что. Долгий спор между Австрией и Пруссией за лидерство помогла разрешить война 1866 года. За Австрию выступали некоторые германские земли, за Пруссию Италия. В итоге победу одержала Пруссия. Возник Северо-Германский союз, и Бисмарк стал его канцлером. Точку в споре между Австрией и Пруссией поставила франко-прусская война. Потерпев поражение под седаном во франко-прусской войне, французская армия сложила оружие. История военного искусства знает не так много примеров столь успешно выигранных войн. В самой Германии восхищались собственными подвигами и сочиняли песни. Одна из них в переводе звучит примерно так. Под далеким седаном на французской земле в карауле стоял наш танкист на холме. Для Франции поражение в той войне станет главной причиной желания одержать реванш в Первую мировую. А для Германии, для Берлина удобным поводом заявить, что на европейском континенте появилась новая великая держава Германская империя. Теперь Германскую империю нужно было сохранить и укрепить. В борьбе за единство германских областей Бисмарк сделал ставку на духовную общность. Кроме того, Бисмарк понимал, миллионы немцев по-прежнему проживали за пределами Германской империи. Нужны были очень осторожные действия, чтобы не упустить завоеванное. Трудно себе представить, что делать это предстояло человеку, которого четверть века назад называли бешеным. Он внес большой вклад в объединение духовное немцев. Его внутренняя политика была нацелена на то, чтобы у людей не оставалось в дальнейшем самоидентификации себя с Пруссией, с Аксонией, с Баварией. Чтобы люди, когда их спрашивали о том, кто он, отвечали немец. Чтобы люди, которые находились в этом государственном объединении, не чувствовали себя насильственно загнанными в эту структуру, а чтобы они чувствовали те блага, которые это объединение им предоставило. Это и рост промышленного развития, это и действительно пенсионная реформа, это и тот стандарт качества, сделанный в Германии, это возникло тогда, во второй половине 19 века. А вот решить внешнеполитический русский вопрос Бисмарку не удалось. Глава германского правительства стремился вовлечь Россию в круг союзников. В 1873 году был заключен союз трех императоров австрийского, германского и российского, но он не выдержал испытания времени. Позже был подписан тайный российско-германский договор перестраховки. Этот договор в 1890 году, в 1890 году его срок истекал. И вот тут-то, конечно, виноват уже не Бисмарк, тут уже виноват Вильгельм Второй, который стал германским императором в 1888 году. Он этот договор не продлил. Российско-германские отношения при Вильгельме Втором будут очень-очень сложные, несмотря на то, что Николай Второй и Вильгельм Второй кузены. В Первой мировой войне Россия оказалась в лагере противников Германии. И та самая война на два фронта, которой так опасался Бисмарк, все-таки началась. Не получилось решить вопрос пенсии и социального страхования в Германии. Парламент согласовал весьма незначительные выплаты. Рабочих они не устраивали, а предпринимателей раздражали. Бисмарк проявил себя политиком-борцом, мастером штурма и натиска. Там, где нужно было мирное созидание, его таланты не были востребованы. Но Бисмарка все чаще подводила здоровье, возраст давал о себе знать. И ушел из жизни кайзер Вильгельм Первый, который ему покровительствовал. 15 июня 1888 года на трон империи торжественно взошел Вильгельм Второй. Амбициозный, самовлюбленный, он тяготился присутствием властного канцлера, годившегося ему в дедушке. Бисмарк сам подал прошение об отставке. Он удалился писать мемуары, совершал зарубежные визиты. Последней была поездка в Москву на коронацию Николая Второго. А через два года после нее Бисмарк скончался в своей резиденции под Гамбургом. Сегодня немцы относятся к нему по-разному. На Берлинском университете, например, мемориальной таблички нет. Они его не любят, потому что он посадил Германию в то седло, в котором она не смогла удержаться. Первая мировая война проиграна. Дальше тяжелейший период Веймарской республики. Вторая мировая война проиграна. Именно его идея, как они считают, во многом послужили тому, что эти войны начались. Дальше раскол Германии. Это тоже серьезная проблема, ГДР, ФРГ. Кто-то считает, что он был родоначальником этого кошмара коалиции, потому что в Европе после объединения Германии возникло очень много государственных объединений, межгосударственных объединений, военно-политических блоков, в центре которых стояла Германия. И кто-то это ставит в вину Бисмарку и видит в этом начало тех, той катастрофы, которая случилась с Европой и с миром в начале 20 века. Кто-то наоборот говорит, что он, запутывая Европу этими межгосударственными объединениями, сохранил еще на несколько десятилетий в Европе мир. Вряд ли можно дать однозначный ответ на этот вопрос. Ведь речь идет не только о реальной политической фигуре, но и о мифе. А миф тоже имеет право на существование. Когда-то Адольф Гитлер мечтал видеть Отто фон Бисмарка своим предтечей, а ушедший в мир иной канцлер уже не мог возразить. Но как бы то ни было, в тот момент, когда раздробленная Германия мечтала о единстве, именно Бисмарк помог осуществить эту мечту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА